Я вам покажу, где какая была комната, куда выходил Владимир Владимирович. Была гостиная, да, и Маняша собирала здесь местную молодежь. Александр Белов – убежденный коммунист, показывает свою квартиру. Именно здесь, 131 год назад, пару месяцев жила семья Ульяновых. Маняша – это младшая сестра будущего разжигателя мировой революции, а тогда мало кому известного Володи Ульянова. Александр Белов в этом доме живет практически всю жизнь, 70 лет. И помнит, как мемориальную табличку, рассказывающую о вожде революции, сначала повесили на соседний дом. Но бдительная бабушка указала на ошибку. А позже в подвале нашли сундук с документами и уже точно убедились, что семья Ульяновых останавливалась именно здесь, на Степана Разина, 10. Рядом на Хлебной площади располагался городской рынок. Оттого всегда было шумно и грязно. И Ульяновы переехали на улицу Воскресенскую, нынешнюю Пионерскую. Но и там они долго не жили. Слишком дорого оказалось. Тогда-то семья Ульяновых и перебралась на свой последний самарский адрес. Больше всего времени в Самаре семья Ульяновых провели в этом доме купца Рытикова. Сейчас здесь организован музей в память Владимира Ленина. Сотрудники поговаривают, что здесь живут привидения. Старинные часы начинают бить внезапно, хотя их давно никто не заводил. А в канун дня рождения Владимира Ильича здесь появляется запах яблочного пирога, который он так любил. Сегодня, в день 150-летия со дня его рождения, выпечкой здесь, конечно же, не пахнет. Но вот стены все еще помнят дух вождя революции. До приезда в Самару семья Ульяновых переживает ряд трагедий. Умирает отец, старший сын Александр казнен за покушение на жизнь царя. Владимир остается в семье за старшего, смириться с гибелью брата не может. Участвует в студенческом бунте, его исключает из университета. И мать, опасаясь потерять еще одного сына, принимает решение перебраться из симбирской губернии в соседнюю Самарскую. Главная мысль, которая жила в голове молодого Ульянова – месть. Месть. И революция, и все остальное, все последующие события – это была, конечно, месть за судьбу брата. Здесь Ульянов служит в суде помощником адвоката, ведет 18 дел, обзаводится новыми знакомствами. И именно в Самаре начинает формироваться, как революционер. Он открывает для себя марксистскую теорию. Очень многое делает человека, и его сделали и обстоятельства, и окружение, и книги, и в том числе трусливые меры правительства, и неудачные меры правительства, которые хотели как лучше, а получилось гораздо хуже. Очень многое. Поэтому Ленин – это вот такой вот узел, который можно по-разному расценивать. Для кого-то это узел восторга, для кого-то это узел беды и трагедии. Ну, в любом случае, неоднозначно. Совершенно точно неоднозначно. И очень важно понимать, всматриваться в него, и пытаться каждому из нас развязать этот свой узел. У памятника вождя мирового пролетариата сегодня, как и каждый раз в день его рождения, лежат живые цветы. Видимо, кто-то решился нарушить режим самоизоляции, чтобы почтить память одного из самых неоднозначных исторических деятелей, сумевших изменить политическую карту мира. Мария Левина, Константин Головин. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова